итак давайте разберемся с вами с вставкой в начало массива предполагая что мы не пользуемся никакими стандартными средствами там вектора дать мы имеем виду продвинутыми вещами да я зарезервирую сейчас пространство с запасом и отдельно буду хранить какой-то элемент но впрочем с вектором на пушбек там реализован просто по умолчанию да вот с вставкой в начало есть некоторая проблема в массиве поскольку вектор это всего лишь динамически реализована массив обернутый в класс соответственно там проблема это остается никуда от нее не деться и так что у нас происходит что происходит вот представьте себе что у меня в массиве разложены какие-то значения есть некоторый резерв запас на но у меня количество элементов некоторым образом сохранено до в какой-то отдельной переменной или в качестве свойства самого вектора да там его сайс тем не менее я хочу взять и вставить вот сюда на место нуля какой-то элемент допустим у меня массив или вектор до называется а соответственно я хочу в а нулевой что-то положить да допустим число 5 это операция может быть названа как пихнуть в начало push front на push front естественно что если я просто это сделаю да то есть я вот так вот хочу сделать да push front пятерку вот я тут вот число хочу туда запихнуть так нельзя я сотру то что там это раньше лежала а хранимая не удлиниться поэтому нужно сделать нечто наподобие циклического сдвига вправо да только он будет не циклический не циклический потому что мне не нужно спасать того кто живет тут там живет мусор поэтому я спокойно копирую на место мусора тройку двойку ну смысле элемент с индексом соответствующим на потом этот сюда потом этот сюда копирование ровно столько сколько было элементов до того как мы сейчас что называется вот тут расширились да а сюда я запихиваю значение то есть мне требуется предварить собственно вот эту закладку элемента в начало предварить ее циклом сдвигов на перед этим мне придется что сделать а расширить собственно хранимое пространство если это просто хранится в отдельной переменной там n или а сайс да как-то еще то если тупо массив да ну я сейчас вот напишу как как бы если бы это был тупо массив int а это зарезервировано объем какой-то до пространства это у нас переменная н до начальная н к это количество элементов хранимых в массиве на допустим 0 и потом вот делаем эту операцию каким образом я хочу если бы я делал добавление в конец до пушбек на пушбек то этого выглядела следующим образом да я говорю так я а в той позиции в которой отвечает за количество хранимых элементов кладу число которое собираюсь туда сохранить да а само число n увеличиваю на единичку впрочем я могу этот плюс плюс сделать вот тут потому что плюс плюс возвращает старое значение которое там было на это вы помните это был пушбек и объяснял в прошлый раз если не ошибаюсь а это нет ну я не понял кто помнит маша приветствую было или нет я объяснял как добавлять в конец массива с зарезервированным объемом вроде и никаких проблем нету потому что вот у меня n чему-то равняется вот у н в какой-то момент выполнения равняется 4 соответственно заполненная область имеет индекс начиная с нулевого на по 4 не включительно да и как раз 4 или 4 позиция в массиве является вакантным и тупо в нее кладем x а и должны увеличить ну чтоб потом не записать еще раз туда же отметиться себе мы подвинули немножко раз мы расширились да а вот фишка в том что вот этот перенос а что делать если я собираюсь запихнуть в начало до push front в массив ну какое-то число на какое-то там конкретное число до собираюсь туда пихнуть нужно x напишу да вот как мне это сделать и ответ такой мне надо до взять у меня понятно что n то увеличится да мне нужно взять расшириться до перекинуть вот эти элементы туда в то пространство куда расширяюсь причем двигаться при этом перекидывание очень важно справа налево да помните в циклическом сдвиге была эта ошибка когда мы запускали циклический сдвиг то получался за раскатка элементов когда в первый элемент копировался на весь остальной массив помните я прям показывал это но вам достать и показать это ошибочный помните да если а for запущу не в том порядке соответственно я для того чтобы сделать push front в отличие от пушбека мне приходится запустить for который пробежится по всем и индексом начиная с какого но у меня n равняется сейчас 4 да у меня четыре элемента для примера на доске нарисованы соответственно мне нужно и начиная с n минус на самом деле можно с n то вы начинать и копировать в н ты из n минус 1 то есть здесь главная определенность а пусть и равно n да значит дальше по до тех пор пока и больше нуля тоже когда и равняется нулю ну то есть если и будет отслеживать правую из двух позиций то то я буду копировать из и минус первое и ту понятно и а и минус минус да я двигаюсь влево так вот в итоге да я должен что сделать копировать значение в эту ячейку из предыдущей и только после этого у меня в результате что а да прошу прощения мне нужно еще n на самом деле увеличить до количество хранимых элементов увеличилась их стала n плюс 1 то что собственно n ты элемент у меня частности заполнился да не забыть на самом деле тут большой вопрос когда это сделать но если нет никаких параллельно происходящих вычислений то это можно сделать в любой момент можно после сделать да то есть лишь бы лишь бы при этом я не вышел за границу на n плюс плюс увеличить n на единичку чтобы я не забыл что у меня массив глобально то вырос на один элемент на а можно было это сделать да я бы сказал что лучше это сделать да но самое главное что после вот этого сдвига я могу в а нулевую освободившуюся позицию там лежит копия того что теперь лежит в первом элементе да то есть у нас троечка перешла сюда двойка перетерла троечку единичка перетерла двоечку а 0 перетер единичку но никуда не делся но на ровно на его место мы икса и зашлем понятно а нулевой равно x понятно возникает вот это предварительная артих артиллерийская подготовка по сдвигу в массиве понятно как в пятнашках я вам так скажу вот вы хотите сюда в этот ряд вставить до для этого вам надо чтобы было куда сдвигать в это себе пространство резервируете до дальше бум 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 все пятнашки сдвинули место освободилось чпунь туда вставили ясно получается что вставка в начало массива она алгоритмически сложна вставка в конец массива это две операции на 2 все раз два сколько бы там не хранилось элементов миллион элементов хранится а все равно раз два все вставили и увеличили н она сложна она требует операции столько сколько хранится в самом массиве поэтому если вы будете заполнять массив при помощи под подобной операции я назову ее push front и это будет именно массив то получится довольно странная история вы запихиваете элементы в начало вы запихиваете всего лишь не с этом 10 элементов сколько операцию вас произойдет чтобы впихнуть первый элемент 1 2 элемент 2 3 элемент 3 чтобы вставить 10 элемент вам придется делать 10 операций 9 сдвигов и одно запихивание ну то что я сейчас n плюс плюс вообще не считаю ну да я так примерно пропорциональность вам оцениваю да то есть а что такое 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс трата там плюс n арифметическая прогрессия количество операций получается будет 1 плюс n пополам то среднее арифметическое умноженное на n то есть это примерно равно n квадрат пополам ну этот пополам он никого не интересует количество операций при многократной вставки в массив в начало чтобы просто запихнуть туда n штук элементов вот таким действием да у вас будет расти квадратично то есть еще раз осмыслите подумайте чтобы заполнить массив из 10 элементов надо 100 операций вот таким методом до вставкой в начало чтобы массе заполнить массив из 100 элементов элементов 10 тысяч операций а если вам потребуется массив из миллиона элементов и вы будете делать пуш фронтом его понимаете что это даже не миллиард триллион операций согласны а циклов это проверить как бы с циклом фор как бы фактически операции или нет смотри володя это невозможно да володя да я по голосу почти это самое запомнил уже короче это алгоритмически в данном случае невозможно сама структура данных так устроена что уж если тебе взбрендило вставлять элементы в начало массива то тебе по-любому надо двигать остальные элементы иначе ты перезапишешь и старые элементы не сохраняться понимаешь а если тебе это надо делать много раз то значит ты делаешь неправильно поэтому пуш фронт для вставка в начало для массива являет то есть нужно знать о том что это плохо и ну мало ну дело в том что иногда возникает такая история вот вы возьмете какую-то готовую штуковину и оформите это дело как функцию а дальше возникает такая иллюзия то какая разница я позову функцию и она мне все сделает как она сделать да какая мне разница я это все там внутри у нее происходит понятно но надо понимать а какая пропорциональность и и что она делает по времени эта функция да не получится ли так что эта функция она с каждым что называется шагом на она все дела вар медлине медли я вам расскажу анекдот анекдот а про этого еврейского еврея шлеме или если не ошибаюсь анекдот такой устраивается маляр шлемель красить дорогу разметку дорожную и он говорит ему говорят вот банка с краской на вот дорога давай крась и он говорит а он в первый день лишь приходит только приходи говори сколько покрасил в первый день а он покрасил 800 метров во второй день он под покрасил 600 метров в третий день 400 метров в четвертый день 200 метров пятый день сто пятьдесят там 100 и 100 метров это короче 150 допустим метров вот начальный говорит ты знаешь ну в начале было вообще все отлично но сейчас это уже ни в какие ворота не лезет то маляр шлемель говорит вы знаете ничего не могу поделать просто с каждым днем я все дальше отходят от банки понимаете в чем дело да вставка элементов начало массива это довольно дурная вещь не неизбежная но довольно дурная вещь да потому что неизбежно нам надо отодвинуть все эти элементы да мы собираемся в массив впихнуть новое значение да у нас там есть пустой резерв пожалуйста но чтобы положить значение именно сюда ну надо все эти значения двигать и нереально вариантов нету если уж вам надо массив заполнить что называется задом наперед то самое лучшее что можно сделать это класть в конец а потом взять и переставить сделать реверс этого массива понятно просто это будет экономнее с точки зрения количества операций а теперь послушайте есть такая интересная история вот смотрите задачки появились лет пять так назад в егэ по информатике в которых требуется нечто ответить про последовательность чисел вы помните мы занимались с вами анализом последовательности чисел но там фишка какая что при этом не допускается использовать в качестве пары ну там нужно найти какую-нибудь условно максимальную сумму двух чисел последовательность чисел нужно найти максимальную сумму что для этого нужно сделать да очевидно давайте прям рассмотрим эту задачу иначе да найти первый максимум и второе число до которой пред максимум да ну или второй максимум по счету да может она равняется ему дам при прочих равных и мы с вами по моему тоже это дело обсуждали как это дело соответственно если соответственно x который мы только что считали мы считали x а если x больше чем первый максимум до тогда что ну тогда мне нужно старого первого максимума перебросить во второй максимум до а в первом максимум отправляется x помните а если иначе если я не победил самого старшего максимума но если x победил второго максимума ну тогда просто встать на место второго максимума да правда ну все больше ничего не надо я вот так вот делаю столько раз сколько у меня чисел сколько чисел ну допустим количество глобальное количество чисел мне известно а и плюс плюс и я что делаю я это дело считываю каждый рассчитываю число заполнил начальное состояние м1 и м2 я положу в какой-нибудь нам очень сильно отрицательное значение ну слушайте допустим x и являются строго положительными да давайте сформулирую еще раз задачу да найти максимальную сумму двух чисел давайте мы просто как бы это самое найдем просто возьмем мы присвоим первым элементом значение м1 и м2 и будем с ними владимир никаких элементов не существует массив никто не создавал это последовательность чисел который просто поступает на последовательность ввода и фишка в том что здесь у нас не надо запоминать эти числа они у нас просто есть вот они с потока даются мы их по ходу обрабатываем 1 проходный алгоритм по пути и все эффективно мне реально нужны две переменные на положу им какой-нибудь изначально там маленькое значение чтобы их первое же число перебила да и они заполнились а числа все разные это не имеет значения нет это не имеет значения потому что я здесь сделал иначе если если x больше чем м1 то он уже занял позицию и в м2 он не пойдет а то минус единица которая жила в м1 переедет в м2 на следующем числе там короче это не самое а если он не больше чем м1 то есть например равен ему или меньше либо равен то тогда он участвует в соревновании не скинули я второго по максимальности то есть у нас как бы вот помните да я рисовал эти позиции вот первое место вот второе место здесь стоит чемпион чемпионов здесь стоит просто чемпион номер два да этот человечек это x он приходит и говорит она и тебя скину на если я тебя могу скинуть тогда ты спускаешься сюда ты идешь вообще нафиг да а если не могу тебя скинуть ну тогда пробую скинуть вот этого товарища да вдруг я сильнее тебя тогда этого мы не трогаем и тупо заполняем место м2 выкидывая его как аутсайдером понятно как бы ну очевидно м2 будет меньше либо равно м1 нет она не обязательно если есть два одинаковых числа в последовательности числа а теперь еще раз но я-то предполагал что вот эта задачка как сказать с поиском максимума она условно у нас уже в багаже в копилке да и так найти максимальную сумму двух чисел до из потока нас потока n штук из по ну давайте из потока из потока ввода всего чисел н на су максимальную сумму звучит слушать я даже из потока ввода сейчас уберу а теперь фишка какая я добавляю всего лишь одно требование дополнительное говорю так найти максимальную сумму двух чисел находящихся на расстоянии находящихся на расстоянии на расстоянии не менее ну и дальше звучит какое-нибудь число тогда начиная с элемента пятого получается чтобы мы могли дойти в самое начало ну не меньше пятого потому что мы проверяли все числа которые были за пять и с самого начала и до за пять лет ну то есть много уходит операции извините а может имеется ввиду что у нас есть например какой-то первый элемент потом окна расстояние там например какой-то шестой элемент и относительно него мы еще берем какой-то одиннадцатый да например ли двенадцатый смотри не совсем понятно вот смотри я поясню мы не можем взять два максимальных числа в качестве максимальной суммы не можем они слишком близко да ну я специально вот если привел пример да мне придется брать это число с каким-то другим числом на некотором расстоянии до расстояние раз два три четыре пять аж туда придется да то есть не менее пяти ну получается с элемента шестом мы должны проверять все суммы вот 6 плюс 1 а на семерку нужно проверять 7 плюс 2 и 7 плюс 1 и выбирать максимум из этих сумм Иван теперь говорит так ребята накрылась наша качалка однопроходным алгоритмом то есть вот этим таким действием что мы просто тупо двигаемся вперед потихонечку да и соответственно находим эти максимум все теперь так нельзя и теперь нам надо брать осуществлять полный перебор всевозможных пар да согласны ну сейчас я покажу как это сделать потому что это надо но самое главное осознать что старый механизм не работает в принципе в этой задачке да теперь нельзя брать тупо взяла ну это прохожу вторую прохожу и считаю теперь мысль которая возникает номер один совершенно правильная у Ивана сделать полнопереборный алгоритм алгоритм полного перебора а именно в начале придется сохранить все эти числа естественно придется в начале создать массив в который все это дело запихнуть ну извините а можно же фактически как бы мы берем и для каждого такого элемента с каким-то левым индексом делаем что от него отсчитываем до конца и сверяем то есть как бы мы пары всевозможные делаем для каждого элемента то есть естественно мы посчитаем какую-то каждую пару мы посчитаем дважды но это же суть не изменит или изменит я вообще не понял твой план извините я предлагаю вот у нас есть и пятый индекс вот мы относительно него берем и считываем с шестым седьмым с восьмым затем относительно шестого невозможно я понял тебя я понял тебя фишка такая ты предполагаешь что ты можешь еще раз войти в ту же реку ты предполагаешь что можно попросить пользователя ввести информацию с клавиатуры еще раз это не так мы уже сохранили эти элементы вот кто кто сказал что мы их сохранили в массив это я только делаю сейчас а и как только как только мы заикнулись про то что мы сохраняем эти элементы в массив это серьезная проблема это не подходит к условию задачки да нет это подходит но это серьезная проблема почему потому что а теперь тебе нужна память представь себе что это это число n равно 10 тысяч миллиардов ну триллион чисел а у тебя какой-нибудь маленький микроконтроллер да и просто памяти жалко запоминать все 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 чтобы ответить на такой простой вопрос поэтому это надо понимать что вопрос про память он сразу возникнет да и нужно на него ответить а ну ладно придется покупать дополнительную планку оперативки а ну придется использовать не там не знаю разбери пизеро а разбери пи 4 там 8 гигов ну короче вам придется сразу если вы будете пользоваться таким алгоритмом полнопереборным возникают проблемы а это скорость б это память и первый вопрос это память а уже потом скорость ну давайте начнем с памяти первое это я считываю эти элементы да а что я делаю потом как мне перебрать всевозможные пары всех каждого с каждым смотрите вот у меня есть элемент с индексом 0 вот элемент с индексом 1 вот с индексом 2 вот с индексом 3 вот с индексом 4 вот пока хватит мне сейчас просто нужно объяснить саму логику да вот сейчас я просто хочу обеспечить перебор всевозможных пар элементов да посочетать их друг с другом я говорю так нулевой с первым нулевой со вторым нулевой с третьим нулевой с четвертым понятно то есть получается что элемент с индексом 0 да мне потребовалось перебирать к нему с первого да по 4 да ну по n-1 по последней да по n-1 согласны для первого элемента с кем его надо сочетать какую пару да мне не надо первый сочетать с нулевым потому что эту пару я уже проверял как потенциальную пару так первый со вторым первый с третьим первый с четвертым да для первого получается со 2 по и опять ну по сути по n-1 включительно по nt не включительно ну этого нет понятно если внимательно посмотри для второго я со всеми оставшимися для третьего я со всеми оставшимися да и остается что а для последнего ни с кем не надо понятно то есть последний для которого это делаю для 2 с 3 по n минус 1 до а для n минус 1 для него с какого с n то вода ну смысле и если бы он ну короче для для него не надо ничего ну и минус 2 еще должен перебрать соответственно с n минус 1 по ну по n ты не включительно по n минус 1 включительно одно действие он должен еще успеть там самый а зачем я это уже зря написал 30 же не надо было только с четвертым когда мы скажем что они должны находиться на расстоянии не менее чем 5 то я тогда скажу а давайте нулевой будем с пятым между ними как раз расстояние 5 с 5 по n минус 1 соответственно здесь 1 6 по n минус 1 до этот соответственно с 7 короче понятно логика да но мне это надо сделать для каждого и перебрать всевозможные что называется катый парный элемент до к каждому и тому каждый катый элемент давайте реализуем сейчас этот алгоритм на чтобы мы его увидели так одну секундочку так володя микрофон так что мы делаем с вами слушайте новые файлы и сделаю и скопирую если что там что понадобится значит у нас понадобится нам функция main нужно будет соответственно насчитывать нужное количество чисел значит давайте я сейчас сделаю я сейчас специально сделаю тупо с массивом без вектора хотя не знаю иметь ладно слушайте пусть будет массив int а соответственно какого-то количество а ой слушайте нет не получится потому что нужен вектор потому что на размеры могут быть большими на стеке это дело может просто не удастся организовать значит мне не понадобится распечатывать его я вот стащу библиотеки так это у нас будет задача это было 27 задачка она в принципе сейчас тоже осталось 27 на еще раз говорю не знаю на какие там форма станции с и с очередями она вот когда-то задачка такая где они должны находиться на расстоянии или 27 там один условно cpp вот значит итак первое тупо считать все числа да сколько их там есть да ну n допустим нам дано там слушайте пусть она будет 10 сейчас хотя его понятно там тоже может быть по-разному и так я их считываю соответственно с клавиатуры да сразу в аид без промежуточных иксов теперь что я делаю я для каждого каждого пробую сочетать с каждым давайте для начала проверим в принципе как это дело работает я начну перебирать соответственно и и от нулевого до последнего на самом ли n-1 как видите для нее все равно пустой там список все равно могу ничего не делать поэтому я могу и n-1 тоже не включать и для каждого такого и того элемента мне нужно перебирать всевозможные допустимые парные к нему с учетом того что расстояние между элементами и и к не менее пяти да что в результате что в результате я закладываюсь на то что цикл for здесь будет пробегать начинаясь и плюс пятого элемента и это все это просто автоматом гарантия того что элемента там не менее до чем расстояние 5 к меньше чем н здесь мне важно чтобы второй элемент добежал до минус первого включительно к плюс плюс все теперь у меня вот в этот момент в этом вложенном цикле но еще раз для каждого но перенужно перебрать всех возможных ему с индексами более старшими да вот и перебираю ну и давайте для начала я сейчас просто выведу на экран соответственно а и ты и а к ты да и мы посмотрим на то что он нам будет выводить до 1 что я выведу здесь еще и эти самые перевод строки окей пока никакой нагрузки мы не ищем пока максимальную сумму тупо проверяем как работает этот в полный перебор так он ждет от меня что я сейчас в виду ему последовательность чисел и так 10 чисел я ввиду их значит 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 я тупо совпадать с индексами и смотрим какие он не вывел в качестве пар 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 до 1 с 6 1 с 7 с 8 с 9 2 до 7 8 9 и 3 с 8 9 у четвертого только 9 у пятого соответственно с ни с каким уже там дальше пара не образовалась единственная пара с ним это вон она с нулевым ок да то есть перебор в результате полный перебор пар таких что расстояние не менее чем там вот мы сделали двумя циклами фор до теперь вместо того чтобы это дело распечатывать я скажу давайте посмотрим на сумму этих элементов меж нужно найти максимальную сумму этих элементов до согласны согласно знаю а теперь смотрите мне нужно проверить вот это потенциальная сумма которая мне встретилась она больше чем максимально известных на данный момент лучше даже не потенциальная да а на звук current текущая сумма да или даже знаете лучше так не карант текущая а пир пирсам сумма этой пары и вот я скажу если сумма пары больше чем макс сам в этом случае что нужно взять и в мэкс сам соответственно подложить пирсам да и тем самым я займу ее позицию осталось что создать такую переменную как пирсам да заранее до начала полного перебора до того как мы стартовали полный перебор создать переменную мэкс сам на максимальная сумма пары слушайте давайте так мэкс пирсам да с учетом вот этой тонкости да вот и что я скажу соответственно что что так сейчас соображу хочу я сделать что чем нету то тут увеличился больше чем ладно короче мэкс пирсам должен быть каким-нибудь неприятным до максимальная сумма пара но если я считаю что числа у меня исключительно положительные до не меньше нуля хотя бы да не отрицательные то тогда отрицательная сумма пара является хорошим кандидатом на выбрасывание да то есть чтобы он был поставить чучело вместо чемпиона при соревновании окей все полный перебор на алгоритм реализован да я могу сяут выводить соответственно на экран эту самую мэкс пирсам и перевод строки все тра-та-та-ра тра-та-там па-бам проверяем результат так ну у меня тут какой-то был давайте один пять один пять два три четыре давайте десять ну было бы выгодно пять и десять но они на недостаточном расстоянии да теперь давайте что-нибудь поменьше типа восемь ну и еще что-нибудь маленькое такое два ноль один да мне кажется это полный комплект па-бам максимальная сумма 13 эта сумма подобралась из чего из пятерки и восьмерки которые находятся на расстоянии пять да ясно ну я мог на самом деле еще и запомнить где произошло это дело да то есть запомнить некий там запомнить позиция ну не знаю x равно соответственно а и ты да а y равно соответственно а к ты ну и запомнить сами эти саму эту пару да и ее распечатать ну естественно что мне придется эти самые x и y да создать и ну поскольку мэкспер у меня адекватно выбран дату они не не должны попасть на экран в мусорном состоянии поэтому их там даже не не инициализировал друзья значит мы сейчас сделаем маленький перерывчик после которого я расскажу красивое решение с массивом но массивом не таким гигантским а самое главное оно красивое вот если вы его поймете то я смогу вам дать хорошую задачку на дом которую вы решите уже не вот так вот полнопереборным способом давайте числа я забыл числа какие там ну короче ладно один пять семь три четыре два один вот он нашел девятку почему потому что пять и семь нельзя было сочетать да ему пришлось сочетать пять с четверкой а для семерки была только единица вот теперь полный перебор работает вопрос чем это плохо чем плох полный перебор ответ очень простой первое дофигища памяти второе это квадратичный перебор ну то есть понятно что у нас там некоторые уменьшение будет за счет вот этого вот расстояние и плюс пять но реально все равно это будет очень много очень много будет действий квадратично относительно количества элементов ну опять же потому что почему потому что у нас этот самый арифметическая прогрессия получается да сумма арифметическая прогрессия она опять выйдет квадратичный да там не со второго по ну все равно их там короче все будет плохо с асимптотикой какой есть выход какие есть идеи смотрите идея очень простая на самом деле идея очень простая нам надо научиться экономить с перебором а в чем фишка то ведь дело в том что нет 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 я хочу вообще не запоминать давай вот секундочку послушай рассуждение а потом и идеи придут вот представьте себе что у меня по моему массиву едет вот такой вот вагон размером пять вагон на колесиках ту ту и он едет соответственно вправо в этот вагон попадают соответственно эти самые числа один один два три четыре пять да соответственно я говорю ребята вот это число сейчас да оно должно будет в этот вагон попасть а это число сейчас из этого вагона вывалится да ну то есть он в смысле того что он как это как червяк дождевой да как дождевой червяк который кушает очередные числа давайте нарисую лучше не вагон действительно а дождевого червяка такого веселого который заглатывает эти числа да и как это пропускает через свою кишку единственную да и выпускает их на волю да хорошую ровную здоровую землю вот кольчатый червяк дождевой соответственно а теперь смотрите то число которое сейчас собирается сюда попасть да реально мне нужно сравнить да максимальность пары да только с тем единственным числом которое оттуда сейчас вылезет согласно согласно да а теперь смотрите дальше будет происходить так дальше будет происходить так вот эти элементы которые попали у нас сюда да вот он попал сюда уже а шестерку я запихну сюда то есть она сейчас у меня сюда 2 3 4 5 шестерка попала сюда теперь он собирается кушать следующее число вот допустим сейчас забудем о том что как там шестеркой шестерку я уже с единицей как-то сравнил а что с семеркой да что с семеркой дело в том что семерка находится на расстоянии не менее чем 5 уже с двумя элементами с вот этим ранее просмотренным да да они как бы вышедшие в утиль да они ранее рассмотрены и забытые сами числа эти забытые будем их так называть да или скажем так ранее рассмотренные да уже полностью рассмотренные давайте их покрасим в черный цвет да вот всю последовательность можно раскрасить в три цвета белые еще не рассмотренные да черные которые уже полностью да они переработанные и условно серые которые сейчас еще нужно как-то удерживать условно внутри червяка да есть два текущих числа одно число это число которое мы собираемся собственно съесть да число как текущие да текущие число да которое у нас должно попасть в червяка да второе число из тех которые интересны это число которое мы собираемся забыть добавить уже переработанным числам но дело в том что семерка должна в качестве ну чтобы мы сейчас благополучно запихнули в червяка и двинулись дальше мы должны ее попытаться посочетать да с в качестве пары со всеми уже переработанными числами но реально мне нужно только с одним с максимальным то есть из всего что там валяется за пределами червяка меня интересует максимальное число понимаете то есть мне из всего вот этого пространства которое вот тут вот да интересует только нужно мне отсюда нужно знать только максимальное понимаете 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 первое что я делаю я говорю давайте перебирать что называется вот у меня нулевой первый второй третий давайте перебирать вот так первый с предыдущим второй со всеми предыдущими да третий со всеми такой способ полного перебора тоже существует четвертый со всеми всеми предыдущими да то есть сочетать не с будущими элементами а с предыдущими да это уже не дополнительно некая интересная идея ну естественно да что а теперь там мне нужно еще не со всеми предыдущими а с теми которые на расстоянии не менее чем да еще вопрос а зачем со всеми если у меня есть некая выжимка если я буду помнить запоминать максимальный элемент из тех которые червяк сюда отправил смотрите в начале червяк простите какает он отправляет соответственно эту двойку да двойка отправилась к ранее переработанным элементам да и вот чтобы ее туда благополучно отправить мне нужно что сделать у меня имелся какой-то ранее рассмотренная максимальная из всех которые прошли червяка понятно это число которое собирается червяк сейчас выплюнуть это число x да оно кандидат на максимальность а вдруг оно больше чем все ранее рассмотренные ясна идея да и этот способ да учесть его да и забыть после этого почему его достаточно забыть потому что текущее число должно попытаться сочетаться с максимальным из ранее просмотренных чисел и больше ему ничего не надо и автоматически расстояние между этим числом и вот этим как раз пять ну и все со всеми остальными тоже не менее чем пять вы согласны да 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 вроде идея интересная понятно за счет этого мне первое не потребуется запоминать все числа то есть червяк просто продолжает двигаться дальше он оставляет эти числа за собой да ну в смысле того что эти числа они просто выкидываются реально да после того как каждое очередное число которое побывало в червяке да оно соответственно у нас попало сюда да соответственно червяк сейчас собирается съесть следующее число там уже восьмерку да и он продолжает двигаться вправо да число он сейчас будет заглатывать следующим ясно а то есть мы как бы находим максимум среди тех которые он уже отрыгнул как бы потом сравниваем среди числа вот в том то и да и нам для поиска максимального не надо пробегать еще раз и еще раз и нам не нужно сделать задачу маляра шлемеля нам и так известен максимальный среди тех которые там что называется были да и я вот у нового число которое добавляется к уже переработанным да только оно должно пойти и посоревноваться с максимумом среди них понятно логика да то есть мы экономим на том что мы заранее ищем к каждому текущему числу текущее это теперь кстати сместилось у меня да мы к каждому текущему числу да по сути сразу находим идеальное парное число ясно ясно да вот а теперь возникает интересная штука то есть мне на достаточно мне достаточно сделать для того чтобы это реализовать мне нужен червяк длины 5 да который будет заглатывать соответственно удерживать в себе 5 чисел да ясно и тогда то у нас и получится что вот это число которое там сейчас находится на хвосте оно предназначено к выплевыванию к выпихиванию да как к выпрыгиванию из этой очереди да а вот это число которое нужно запихнуть внутрь червяка понятно соответственно вот эта операция называется операция пуш вот эта операция называется операция поп выпрыгнуть а червяк называется словом очередь ну или по-английски q понятно и это очередь она фиксированного маленького размера нам не надо запоминать весь огромный огромный массив понятно то есть все числа всех чисел могут быть миллионы и миллиарды а червяк размера 5 понятно червяк это массив который мы приспособим под очередь но проблема в том что давайте попробуем его реализовать да пока что на доске итак вот у меня массив из пяти элементов там сейчас какие-то числа хранятся на давайте пусть там в начале один два три четыре пять вот первые пять элементов мы червяк просто съел их просто первые пять элементов просто съесть и все начало реального анализа начнется с шестого элемента правда итак смотрите я должен вынуть значение поп из начала а это что означает значит мне придется делать сдвиг влево пробегаться циклом фор и эти элементы как в пятнашках двигать для чего чтобы сюда да то есть этот сюда этот скопировали сюда этот скопировали сюда чтобы сюда положить шестерочку да следующий элемент чтобы туда запихнуть понятно да говорим ну мне не нравится я не хочу делать поп фронт да я не хочу доставать элементы с начала массива изменение то есть удаление добавление элементов в начало массива чревато давайте нет давайте сделаем так я буду записывать элементы как ну как-нибудь допустим я их записал вот так мне достать элемент из последнего элемента очень просто оп я вот туда удалил ну и уменьшил количество хранимых элементов а шестой элемент по-любому придется его добавлять сюда правда а значит сдвиг вправо ёлки-палки то есть никак поняли да проблему сейчас секундочку два три четыре пять шесть поняли товарищи очередь на массиве плохая идея когда нужно добавлять в конец и брать сначала или добавлять в начало брать с конца ну по-любому очередь будучи реализованная на массиве дело не очень-то хорошее но с другой стороны слушайте длина моей очереди равна пять операции по сдвигу вообще-то четыре ну ладно допустим само присваивание тоже равно там докинем его туда в результате количество операций на все вот это пространство количество операций будет равно сколько количество элементов минус пять умноженные на пять ну то есть миллион был пять миллионов операций это не так страшно как миллион в квадрате правда согласны смотрите количество операций да количество чисел Володя ты слышишь меня да Вань слушай так вот смотрите вот полно переборно алгоритм дают вот такое количество операций я беру больше чисел у него количество операций возрастает да пынц еще больше чисел тынц еще больше тынц и вот короче получается такая взлетающая Ну естественно что для любого разумного количества чисел там миллион например да полно переборный алгоритм застрелиться никогда не закончится Кроме того, память сожрет, не нужно нам это, да? А, ну, пока что давайте только с количеством действий, которые нужно. Наш алгоритм, который с... Давайте сделаем очередь на обычном массиве. Просто очередь на массиве. Все, забыли обо всем, очередь на массиве. Делаем как есть. В этом случае у нас линейная зависимость, да, она равна... Слушайте, ну, представьте себе, что у меня это самое, линейная, совсем вот такая, да? У нас количество операций будет в 5 раз больше, потому что мы копируем по массиву. Ну, то есть в 5 раз больше, чем тут, в 5 раз больше, чем тут. Ну, то есть, короче, будет линия, только эта линия будет идти повыше. Но слушайте, это намного лучше. То есть она даже вот здесь была, да, здесь немножко увеличилось n. Квадратичный алгоритм уже тормозит страшно, а этот ничего, приемлемо. Вопрос такой, можем ли мы количество операций, да, количество операций пропорционально будет некоторому k, умноженному на n чисел. То сколько чисел нам нужно обработать вот с вот такой вот задачкой. Да? Соответственно, вопрос, ну, в принципе, и тут линейный алгоритм, и тут линейный алгоритм. Но все-таки, слушайте, это если расстояние не менее, чем 5, а если, я скажу, не менее, чем 10, не менее, чем 100, ну, коэффициент 10 на дороге не валяется. Да, ускорить алгоритм в 10 или в 100 раз, это не так уж и мало, правда? Соответственно, вопрос, а можем ли мы таки избавиться от вот этого коэффициента и реализовать вот эту асимптотику. То есть вот просто пропорциональное количество операций. То есть кажется, что это такая вот мечта, да, алгоритм мечта. Да, берем одно число, делаем некое фиксированное количество операций, какие-то тум-ту-ду-дум, да, и червяк каким-то образом, да, он должен благополучно это делать, соответственно. И оказывается, что можем. Знаете как? Надо взять. В данном случае червяк все время содержит в себе одинаковое количество чисел. И вот эти два действия, операция по выпрыгиванию числа и впихиванию числа в очередь, могут быть совмещены. Пуш-поп, да, сделать единую операцию. Что это даст? Я могу сделать циклическую очередь. Или, грубо говоря, завернуть этого червяка в кольцо. Да, в кольцо. Вопрос только в том, да, сейчас 1, 2, 3, да, сейчас 4, 5. Сейчас, секундочку, сейчас, как мне это сделать красиво? 4 я сделаю здесь, да, 5, 6. Слишком большого нарисовал, чуть поменьше, сейчас, секундочку. 4, 5, 6, 7, 8. В нем по-прежнему 5 элементов, да. У меня вот это число подкатилось к месту вылета. Соответственно, я достаю оттуда число 4 и запихиваю туда следующее число, предназначенное для анализа. Да, ну, слушайте, я их немножко поближе тогда нарисую, да, там 9, 10, да. 9, 10. А колесо продолжает, что называется, крутиться. Да, а 9 должна запрыгнуть на место четверки. Четверка выпрыгнула, 9 запрыгнула, колесо прокрутилось. Что значит колесо прокрутилось? Это значит, что текущая позиция, ну, можно циклический сдвиг делать. Ну, циклический сдвиг, он дорог. Ну, то есть он тоже будет делаться N операций. По всему массиву едем и сдвигаем. Согласны? Но, ведь можно, что называется, у циклического червяка сделать рот, который будет все время в новом месте. Что такое, что называется? Как это биологически неприятно звучит? Но есть такие виды животных, а они, у них нет кишечника, типа этих... Гидры. Да, гидры или кораллы. Они называются, по-моему, одна... Это другое. Нет, одна проходная это другое. У них, короче, нет пищевода, один желудок, что называется. Они заглотили, перевалили, выплюнули, да? Только у нас у него кольцевая структура. И у него эта голова, что называется, она просто едет. То есть, короче, смотрите. Вот, давайте я нарисую массив, да? Нарисую массив. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте я сначала. 1, 2, 3, 4, 5. Первую версию, не вторую, а первую. Да, вот я последовательно запомню. В начале из него должен выпрыгнуть, должна выпрыгнуть единица, да? А на место единицы запрыгнуть шестерка. Правильно? И вот шестерка туда запрыгнула, единица упрыгнула. Теперь семерка должна запрыгнуть на место двойки. Понятно? То есть, у меня активный элемент в этой очереди, он сместился. Мне нужно помнить не только сам массив. Количество хранимых элементов, в данном случае, оно стабильное, оно постоянное. Но мне надо помнить текущий элемент, да? То есть, где начало, совмещенное с концом, да? Одновременно. Начало-конец. Циклическая очередь называется. Понятно? Вот эта штука называется циклическая очередь. И это одно из очень красивых, простых и прикольных применений массива. Есть только одна тонкость. А что делать в тот момент, когда мы доберемся, да, вот этими вот движениями, доберемся до конца. Тройка выпрыгнула, восьмерка впрыгнула, четверка выпрыгнула, девятка впрыгнула, десятка впрыгнула сюда. Да, и мне надо, что называется, рот, да, вот это вот отверстие, текущий элемент сместить на начало. Давайте вспомним, какие индексы, а? Перевернуться, что ли, или как? Нет. Не надо делать никакого реверса. Нам текущий индекс, некий, так скажем так, current индекс, ну или как-то еще его называть, не знаю, давайте его, назовем верхушкой, как его назовем, рот. Вот, на mouth, ну не знаю, лучше назвать его, знаете, как, край, край, ну как бы у очереди есть вообще-то два края, да, начало и конец, да, begin, там, end, да, старт и финиш. А у циклической, да, ну, два конца, вот, соответственно, а если у нас конец у циклической очереди, получается один, и он все время смещается. Я, правда, забыл, как конец по-английски. End. End. Ну, пусть будет end, да, это, соответственно, давайте назовем end, да, two ends, у нас один, one end, очередь об одном конце. И фишка такая, когда мы захотим от четверки двигаться вперед, да, до пятерки, а пятерка это размер очереди, да, то вместо пятерки мы должны обратиться на ноль. Ясно? Если вдруг end стал больше, тогда end начинает, присваивается ему значение, равное нулю. То есть операция будет, одна единственная, это операция push-pop, впихнуть, выпрыгнуть одновременно, да, и при этом сместить ему местоположение. Вы поняли эту идею, да? Вроде так, на примере будет легче. Давайте попробуем на примере, значит, этот самый, да здравствует наш код-блокс, где наша задачка была решена неэффективным способом. Итак, ну, мне не нужно сейчас считывание всех этих чисел, да, так, сохранимся. И так, значит, я делаю это очередью. Ну, Q. На самом деле, слово Q, оно есть стандартная очередь из стандартной библиотеки. Слушайте, я сейчас, давайте, назову просто буковкой Q большое. И размер этой очереди, да, я упомяну где-нибудь тут, тут, int, лучше const int, да, некая константа. На самом деле, вот в данном случае, вектор совершенно необязательный, потому что она маленькая. То есть, в отличие от той ситуации с этим вектором, мне не надо делать его гигантским. Да, давайте я скажу, собственно, Q-size, и он фиксированный. 5. Теперь создаем сам массив Q. Соответственно, там будем хранить целые числа, а размер его это Q-size. Да, ну, равный 5. Да? Так, отлично. А дальше это все не требуется, она и так нужного размера, да. Первое, что он должен сделать, червяк должен съесть первые 5 чисел. Да? Кусаясь чисел, он просто кушает. По порядку, да? Какое из этих чисел теперь будет текущее? После того, как он съел все 5. Ну, самое старшее, да? Соответственно, назовем это дело как end, да? Ну, слушайте, Q-end я лучше назову его, да? То есть, конец очереди. Да? Q-end. Равен нулю. Это число должно жить и использоваться совместно с вот этим, да? Давайте поедем, собственно, дальше, да? Значит, у меня n равно 10. Первые 5 чисел я уже сожрал. Да? Соответственно, нам надо двигаться дальше, да? Нам надо двигаться дальше. Мы эксперт сам, мы, кстати, он нам понадобится. Вот мы эксперт сам, пускай себе живет. Слушайте, n равно 10 я могу, на самом деле, в начале считать, до того, как я стартую все это дело. Короче. Простите, пожалуйста. Ну, это тоже, на самом деле, xy тоже могу запоминать, это не так сложно, не так страшно. А теперь смотрите, я побегу по i, мне первый Q-size чисел съедены, да? С нулевого по Q-size минус первое, поэтому i может начаться с Q-size плюс первого, ну, собственно, с Q-size, с Q-size, прошу прощения, числа, до n минус, простите, ну, в данном случае мне все элементы надо считать, по n минус первое включите льно. И в данном случае будет топать ровно по индексам чисел в последовательности. Не в храним, мы их нигде не храним, мы их тупо будем считывать, да? Теперь выкидываем все вот это содержание, которое тут было. Да? Выкидываем. Значит, теперь что я делаю? Первое, мне нужно идеального, идеальную пару к текущему, собственно, к текущему числу достать из очереди, да? Впрочем, текущий элемент, current, да, я тоже могу считать сразу. Не важно сейчас в каком порядке это сделаю, я достану в начале, подготовлюсь к считыванию, к работе со следующим элементом. Вот я его держу сейчас и собираюсь запихнуть червяка в циклического, да, в циклическую очередь. Дальше я беру и достаю и запихиваю одновременно, да, давайте достанем, запихнем. То есть я готов сделать операцию push-pop, да? В какое место я буду это делать? Ну, очевидно, в то место, которое называется qend. Да, то есть вот эта переменная qend, она отвечает за что? За то, где элемент сейчас должен выпрыгнуть, да, и этот же элемент должен освободиться. Правда? Впрочем, я элемент текущей current все равно держу пока что еще в переменной, да? Но я достаю, давайте достанем этот элемент, да, это как бы второй в этом смысле, что это текущий, да, living q. Number living q, да, число покидающая очередь. Понятно? Так, окей, вот я достал его оттуда, да, а на его позицию я кладу кого? Текущее число, да? Так, а теперь внимание, мне нужно с числом покидающим очередь осуществить операцию какую? Ну, собственно, вот это вот действие, да, это push-pop. Я забыл, нужно же рот червяку провернуть, да, нужно этот qend сдвинуть. Как я это сделаю? Я его увеличиваю на единичку, но вдруг, если вдруг, кстати, вот это действие, это мы же в C++ пишем, можно его впихнуть прямо сюда, да? Но если вдруг при этом так произошло, что qend у нас стал больше, чем qsize, то получается, что мы вышли за границу, и нужно его срочно занулить. Да, то есть мы заворачиваем его в кольцо, мы говорим, а теперь продолжаясь сначала, да? Новая текущая позиция снова в начале нашего массива. То есть раз, раз и оттуда продолжаем. Чего мы добиваемся в результате? Никакие числа, вообще никакие числа нам не приходится двигать по массиву. То есть число всегда аккуратно впрыгивает ровно туда, откуда выпрыгивает. Следующий мы тупо просто говорим, а, ну, мы будем считать, что массив повернулся. Ясно? Красивая идея, нравится? Да, некоторая обвязка нужна на эту реализацию. Да, нужно учесть вот этот особый случай по провороту циклической очереди. И тем не менее, ладно, короче, с числом покидающим очередь я могу поступить следующим образом. Я могу его теперь запихнуть в куда? Ну, посоревновать с максимумом. И сказать, если вдруг это число больше, чем... Ну, мне придется помнить максимальность среди пройденных, да. Bypass проход, соответственно, bypassed numbers, да. Max from bypassed. Максимум из пройденных numbers. В этом случае я что буду делать? Я буду его обновлять. Обновлять как? Закладывая туда number living queue. Угу. Все. Вот тем самым я учитываю, да, что для нового current числа, да, еще одно число стало, возможно, как парное. А значит, оно кандидат в максимальное среди ранее просмотренных. Ясно логика, да? Друзья. Давай. А теперь смотрите. У меня парная сумма, да, pair sum, которую мне надо, собственно, посчитать. Она будет равна текущему числу, которое только что взял, да, плюс, но мне не надо перебирать всевозможные числа, которые уже пройдены, чтобы... Мне не надо их помнить. У меня и так есть идеальная готовая выжимка. Это максимальная среди них, наилучшая из допустимых парных чисел. Ранее пройденных. Поняли? А дальше то же самое, в принципе, что было. Только мне нужно запомнить никакие не аиты, а каты, да. А мне нужно запомнить, собственно, current, да, и то самое число, на котором это случилось. Это число называется max from bypassed numbers. Ясно? Я вот эти оба текста оставлю в репозитории сейчас. В том репозитории, который у нас cpp1514, school1514 cpp на гитхабе. Давайте посмотрим на типичные задачки, на вот это дело, да, на использование циклической очереди. Так у меня лишняя скобочка осталась. Можно запустить и проверить, что компиляция сработает. Ну, я вроде писал аккуратненько. Таки грохнем этого товарища. А, числа надо было туда скопировать. Результат-то должен был быть такой же. Ладно. Ага, number living cue не определено. Да, мне нужно его определить. На самом деле, мне достаточно его определить прямо здесь. Да, дайте я сделаю комментарий, что вот это вот, да, это push-pop. Ладно. Еще разок. Так, что у нас? Max from... А, ну, конечно, я тут размечтался, что у меня Max from Bypassed Rambos уже существует. Конечно, его нужно создать. И, естественно, в начале я буду считать, что он никакой. Ну, в смысле, никакой, в смысле, наихудший из возможных. Учитывая, что числа я считаю неотрицательными в этой задачке, ну, либо мне нужно взять его хуже, чем самое минимальное число, которое реально может встретиться. Окей? Смотрим еще раз на результат. Давайте. Та-дам! Не сошлось. PRSAM надо еще создать. PRSAM создали. Ура! Лугаритм поехал реализовываться. Значит, давайте что-нибудь это самое посчитаем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5... 4, 3, 2, 1. Ну, у меня 10 чисел там, да? Давайте к пятерке здесь какое будет расстояние. Давайте здесь я сделаю 10, а здесь я сделаю 4. 5 плюс 4, 9, а 10 плюс 3 будет 13. Я, соответственно, ожидаю 13. Елки-палки, 4, а, ну да, 10 плюс 4 тоже является допустимым. Ну, вот у меня и срослось. Ну, я прошу прощения, числа 10 и 4 я вывел, к сожалению, без пробела. Да, да, это можно подправить, вот здесь вот добавить распечатку пробела. Вот, но, собственно, все на этом. Слушайте, вы устали, я уверен, что этого достаточно. Я немножко еще сдвину нашу программу. Мне придется отодвинуть следующую темку, связанную с использованием массивов. Она еще красивее. Вот, то есть их массивы очень крутая штука. Но давайте перед тем, как мы закончим занятие, я покажу целый класс задачек. Эти задачки были грозой 11-ти классников много лет, пока к ним 11-й класс не привык. Но они вот прям их продолжали и продолжали включать в качестве самой сложной задачки ЕГЭ по информатике. После рассмотрения сегодняшнего, я думаю, это не должно представлять из себя чего-то сверх страшное. Давайте посмотрим на сайте Полякова, например. Сейчас посмотрим. Они должны жить. Я уверен, что они там в 27-й задачке по-прежнему живые. Значит, задачки 27-е. Обработка потока данных. Мы заключили опять. Раз, два, три. К счастью, мне не страшно. Сейчас что-то нормально. Окей. Короче. Давайте. А? Вот, смотрите, да, в приведенную набор. Так, сейчас, сейчас, сейчас. А, это мы смотрели, кажется, такая задачка была, да? Не меньше, не меньше. Распывчато слишком. Что? Распывчато слишком там. Ну, вроде что-то. А, связь чуть-то со мной поплыла. Короче. Вот, я конкретную задачку из ЕГЭ, давайте вот возьмем. Да, сейчас я, чтобы ссылку прямо на нее я вам скину. Значит, номер задачки на сайте Полякова 2669. Вот, вот такая задачка. На спутнике восход установлен прибор, трата там каждую минуту. Прибор передает неотрицательное целое число. Количество энергии, трата там это лишнее. Измеренное в условных единицах. Временем, в течение которого происходит передача, можно пренебречь. Необходимо найти в заданной серии показаний, минимальное, нечетное произведение двух показаний, между моментами передачи которых прошло не менее 6 минут. Отличие какое? Какое отличие будет? Ну, 6 минут и 5 минут. Ну и 5 минут. Нет, есть еще одно. Нечетное произведение минимальное. Первое. Нам надо искать... Выбрасываем их, рассматриваем их. Чтобы произведение было нечетным, оба числа должны быть нечетными. То есть, мы на самом деле продолжаем крутить этого червяка точно так же. Только мы не будем реально даже проверять, если текущее число у нас оказалось четным, то мы его просто запускаем в червяка. Ну, то есть, проверки на максимальность мы не будем делать. В произведении не будет нечетным. А еще, когда мы будем запоминать те числа, которые у нас выходят, да, в ранее просмотренные, пройденные, то на соревнования должны отправляться только нечетные. Да? То есть, будет поиск максимума с фильтрацией. Все. Но это один иф дополняется, ну, или условия дополнительные в иф, чтобы проверить его, что оно нечетное. Согласны? И все. И вот самая сложная задачка в ЕГЭ по информатике. Ну, правда, сейчас она, видите, чуть-чуть там модифицированная, да, но зато, кстати, с входными данными, да, можно попробовать прогнать и получить, соответственно, результат. Да? Ну, вы не подсматривайте. Ответ нужно взять, прогнать, да, контрольное значение получить для одних данных, для других данных. Но эти данные не такие уж и маленькие, ну, точнее, первые, видите, такие умеренного размера, да? Если мы сформим мотив из нечетных элементов, как бы, и просто выкинем эти четные, зачем они? Плохая идея. А нет, мы же зачем? Первое, ты собираешься запоминать все числа, чтобы выкинуть, надо их вначале запомнить. Второе, а как ты будешь измерять, что после того, как ты выкинул элементы, у тебя не менее 6 минут? Потому что у тебя два нечетных числа, могут находиться нечетное число, потом куча четных, потом нечетное. А если ты эти выкинешь просто, то у тебя два этих четных, два нечетных числа будут стоять рядом. Ты понял? Лишнее действие. Я вот эту задачку еще раз, я прямо сейчас ее отправляю в репозиторий. Я имею в виду решение, которое у меня есть, да, вот в кодблоксе, то, которое здесь сделано. Да, изменения коснутся, по сути, вот этого места, вот этого, да, потому что то число, которое покидает очередь, да, оно должно перед соревнованием на max from bypass numbers, да, оно должно быть проверенным на нечетность. Да, и второе, само число текущее, оно не должно осуществлять вот это действие, да, это не требуется делать, если current оказался четным. Если он четный, то тупо пропускаем вот этот кусок программного кода. Окей? Вот и все. Ладно, на этом все, я сейчас отправлю в репозиторий. Давайте какие-то, может быть, вопросы.